А вы думали, Силантьева просто так приезжает? Она приезжает трепонировать мозги. Заголовки глагол поменяли, а вот здесь вот опоздали на 3 часа. А вот как интересно, надо себе переписать. И вот в воскресенье еще не так, а вот в будние дни вы прямо видите, как тема двигается по лентам. Вот ее здесь переписали. И люди сидят реально в редакции, нажимают и в 5. Кто еще что новенького напечатал, чтобы это стырить? Мы все занимаемся мультимедийной журналистикой в порядке эксперимента. Такого не очень пока удачно. Хочу получить некие практические штуки, чтобы уметь применять их в своей будущей профессии. Ничего не знаю. Просто я увидела и поняла, что это именно то, что мне нужно. Мы что-то пытаемся делать. Мы, конечно, что-то слушали, какие-то онлайн-курсы, приезжали какие-то тренеры, что-то нам рассказывали. Но все это пока весьма хаотично и, как бы это сказать, интуитивно непонятно. Вот так. А хотелось бы, чтобы стало интуитивно понятно. Чистоту верните, чистоту верните, пожалуйста, потому что чисто должно быть. Мне кажется, да, что арт-класса не всегда камерная, а мы арестная. А мы приплемте к всей редакции, а там уже занято. Дайте чистоту зал и разойдемся на это. На. Вот она была. Вот, все, прекрасно. И у большинства предстоит. Зачем нам 9-10 информационных лент в городе, которые перепечатывают друг друга? Почему вы считаете, что СМИ равно новостной ленте? А почему бы не сделать журналистский проект, который бы журналистки верифицировали инфу? Лента новостей – это самое дорогое удовольствие и самый быстро протухающий продукт. И возникает вопрос, хорошо, мы делаем 9-ю ленту новостей в регионе. Зачем? Ну, в принципе, можно жить. Наверное. То есть нам больше надо было уборщиц? Да. Я же говорю, уборщиц мало. Мало у нас уборщиц получилось. Совершенно тупейшая, совершенно бездарная трата журналистского времени, журналистских ресурсов в редакции. Но так как рука будет на создании ленты новостей, вот этот копипаст бесконечный, безумный. У нас идет лента новостей на сайте корпоративном для сотрудников и для потребителей, для клиентов. Не знаю, у нас пока привыкли к этому. И пока это нужно. На самом деле, после тренингов Оксаны Силантьевой мне очень, очень, очень жалко, что я работаю в сфере развлекательных СМИ, в сфере глянцевых каких-то медиа, где вот эти спецпроекты, они не так востребованы. Все-таки подобные медийные проекты очень хорошо бы смотреться на сайтах каких-то общественных, каких-то информационных, той же самой Медузы, The Village и прочее, какой-то городской портал. А когда ты издаешь глянцевый журнальчик, у тебя как-то возникает вопрос, а зачем? И вот после подобных тренингов мне сразу хочется все бросить, уйти в городскую газету, там, на городской какой-то сайт и делать интересные вещи. Окей! Да!